Добрый день! Героиня нашего сегодняшнего интервью Римма Валерьевна Кожемякина, младший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской Академии Наук. В советские годы в институте впервые в мире был проведен эксперимент по одомашниванию диких лис. Параллельно с этим также проводился эксперимент по одомашниванию серых крыс. В настоящее время оба этих эксперимента продолжаются, но сегодня мы поговорим именно об одомашнивании серых крыс или пасеков и о других исследованиях ученых. Римма Валерьевна, известно, что одомашнить можно далеко не каждое животное. Почему ученые выбрали именно серых крыс и какие особенности этих животных оказались как раз таки более удачными для того, чтобы их одомашнить? В нашем институте первой моделью одомашнивания была серебристо-черная лисица, которая к пятому-шестому поколению отбора уже имела повадки, как повадки домашняя собака. Они также виляли хвостом. И если рассматривать систематику животных, то лисы и собаки, они относятся к семейству псовых. И вдруг это вот для одного семейства характерно, а для других животных не характерно. Тогда второй моделью одомашнивания была американская норка. Вот этот вот вид, к сожалению, не поддается одомашнивания. У него там, да, снижаются какие-то агрессии, какие-то происходят вариации в раскраске, в изменении цвета меха. И тогда взяли обычных серых крыс, пусюков, потому что их очень легко, во-первых, содержать в важных условиях. У них процесс полудовитости очень быстрый, как бы можно за год получить там несколько поколений. Вот. И в связи с этим выбрали обычных серых крыс, пусюков и начали такой же эксперимент по домашниванию. Также начали их отбирать по реакции на человека. Тот факт, что серые крысы живут по соседству с человеком, это синантропный вид, они более приспособлены как раз для домашнивания. Это более удобно домашне идти, учитывая, что они живут рядом. Это было одним из факторов? Да, действительно, это было одним из факторов, чтобы их одомашнивать. Ну и поскольку все мы знаем, что лабораторная крыса – это тот подвид, который очень легко изучается, как бы его очень легко содержать в лабораторных условиях, и тоже исходили из этих факторов. Наш эксперимент начался с того, что мы разработали шкалу специальную отбора по поведению. Тест называется «тест на перчатку». От плюс четырех до минус четырех, соответственно, с плюс баллом – это ручные животные, с минус баллом – это агрессивные животные. Мы смотрели по реакции на человека, крыс, какое оно проявляло поведение по отношению к человеку, и, соответственно, на которое они проявляли агрессивного поведения, каких-то трусливых реакций по отношению к человеку, их отбирали в одно направление. А кто проявлял более повышенную агрессию по отношению к человеку, их, соответственно, в другое направление отбирали. И в результате вот этих двух отборов, к шестому и седьмому поколению отбора, получили ручных крыс и агрессивных крыс. То есть, если я, например, захочу взять крысу с улицы, я ее приручу, ну, вернее, или сделаю домашней, я не знаю, как правильно здесь сказать, я ее приручу, но ее потомки, они все равно будут агрессивными. И мне нужно вот эти несколько поколений, даже больше, чтобы и потомки стали лояльными к человеку. Есть такой фактор, как хендлинг. Слово «хенд» – в руках держать. И вот это вот приручение к рукам в раннем возрасте нельзя исключать, что какие-то модификации в раннем возрасте, они влияют на поведение во взрослой особи. То есть импринтинг, да, если с детства можно запомнить? Да, 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 это вот по типу, как Конрад Лоренс, с его известный эксперимент с гусями. Также и здесь, соответственно, мы будем, получается, если брать в руки постепенно, то, ну, уже, там, к четвертому поколению, то есть у них уже будет не такое агрессивное поведение к человеку, как у той же крысы, которую мы выловим с улицы. А чем приручение отличается от одомашнивания? А одомашнивание, насколько я знаю, вызывает генетические изменения или связано с генетическими изменениями, да? А приручение в генетике никаких изменений, там, экспрессии генов определенных не вызывает. Да, вы правы, что различают, есть приручение, а есть одомашнивание. То есть одомашнивание оно изменяет, генетические приручения оно тоже изменяет, но как бы не полностью. В эксперименте с лисами, который проводил Беляев в вашем институте, отмечались такие новые признаки у лис, как закрученные хвосты, появление пятнистости, способность чаще рожать. Что-то подобное у крыс замечается? Безусловно, у нас в ручной популяции, когда уже полностью получили ручную популяцию, у них тоже произошли вариации в окраске, и мы имеем крыс худет, то есть они белобокие, капюшонных крыс. У них, соответственно, часть туловища серая, а все остальное белое. А в противоположном направлении, когда отбирали на агрессивное поведение, то там, соответственно, было выщепление черных крыс. И вот эти вот разнонаправленные подвор по поведению, то есть он привел к различным вариациям в окрасках. Что касается закрученных хвостов, то такого у крыс нету, а вариации в окраске, да, конечно, есть. А по поводу деторождения, крысы и так, в принципе, очень плодовитые, но становятся ли они еще более плодовитыми? Нет, но это очень редкие случаи. В природе встречается средний помет у них от 5 до 12, и так же и мы можем получить. Ну, есть случаи редкие, когда и по 14 крысят в помете. Но это редкие случаи. Это так же бывает и у ручных, так же бывает у агрессивных. Я еще слышала о том, что серые крысы, которые были домашнины, имеют более высокие когнитивные способности, способности к обучению, нежели агрессивные крысы. С чем это связано? Поскольку в процессе отбора эти две линии крыс, они очень отличаются в гормональном уровне, то есть по уровню тревожности. Ручные крысы не менее тревожны, агрессивные крысы они более тревожны. И поскольку они прошли такой этап одомашнивания, и они живут в лабораторных условиях, когда у них свободный доступ к пище и воде, у них светотепло, то тут встает вопрос, а как же они отличаются от своих родоначальников, которые живут на улице, и им приходится добывать эту пищу, развивать свои способности, чтобы добыть. И существует одна из методик, чтобы проверить у них когнитивные способности, это пространственное обучение. Когда крыс выпускают в бассейн, заполненный водой, и ставят туда платформу, невидимо. Тест Морриса. Тест Морриса. Но поскольку вода у нас имеет свойство прозрачности, то чтобы невидима была платформа, воду подкрашивают молоком. И крыс пускают в воду из разных мест, из разных сторон. И так 4 процедуры проходят в день у крысы. И они должны за 70 секунд найти эту невидимую платформу. Если она эту платформу не находит, ее экспериментатор соответственно подводит к этой платформе. Ей дается еще 20 секунд, чтобы она по местности ориентировалась, где находится платформа. Проходит обучение 7 дней, соответственно, потом день дается им перерыва, и платформа убирается, и смотрится у них уже, соответственно, навык обучения. И смотрится, сколько времени она будет проводить в том месте, где стояла платформа, чтобы оценить уровень процесса обучения. Наши тесты показали, что ручные крысы, поскольку у них уровень тревожности ниже, они обучаются быстрее. А у агрессивных крыс, поскольку у них тревожность выше, то и у них процесс обучения тормозится. То есть если ко второму дню ручные крысы находят моментальную платформу, то этих значений, результатов агрессивная крыса достигает на 5-й день обучения. А кроме теста Морриса, какие-то другие тесты подтверждают, что у них более высокие способности к обучению? В основном когнитивные способности смотрят на пространственное обучение. Есть еще специальный тест, тест Барнс. Это тоже круглая платформа. На ней, если не ошибаюсь, 21 норка. Ну такие вот в виде норок, 20 из которых ложные, а есть которые, где крыса может спрятаться. Норковый тест. И также выпускают, потому что для крыс открытое пространство, это для них стрессирующий фактор тоже. И дается определенное время. И также показывается, если не находит крыса, показывает, что есть норка, где можно спрятаться. В данном тесте у нас тоже подтвердились результаты, как в тесте Морриса. Но вот тут есть один минус этого теста. Вода, она более стрессирующий фактор. Как бы нужно, им неприятно находиться в воде крысам. То здесь нужно либо какой-то резкий шум подавать, чтобы крыса находила сразу платформу. Потому что у ручных крыс на какой-то день обучения, по-моему, на третий уже им стало неинтересно находить эту норку. И им интересно было исследовать окружающую среду. Они заходили в норку, побыли, отметились и выходили с ней и начали исследовать это открытое поле. — Сама исследовательская потребность у них тоже связана с тревогой. Чем выше тревога, тем меньше. — Чем выше тревожность, тем исследовательское поведение у них ниже. — Интересно, можно ли сравнить здесь с человеком у людей то же самое? И вообще можно ли провести параллели между высшей нервной деятельностью человека и крысы? — Напрямую нельзя проводить, но какие-то закономерности действительно можно провести. Когда происходит исследовательское поведение, Крысы встают на задние лапы, принимают в позу рейлинга, это называют, и, соответственно, исследуют новую территорию. Попадая в какую-то тревожную ситуацию или нехарактерную, неприятную ситуацию, то они начинают себя грумировать, умываться. Если говорить о человеке, то тоже попадая в какую-то неловкую ситуацию, человек может крутить ручку, женщины могут поправлять волосы, мужчины могут поправлять галстук. Такие вот общие закономерности, конечно, можно найти. И обучение, и это исследовательское поведение, какая-то любознательность, они проявляются лучше всего тогда, когда животное, будь то человек или будь то крыса, находятся в спокойном состоянии, когда их не нервируют. Все верно. Вообще крысы, они сами по себе довольно-таки тревожные животные, они не любят громкий шум, у них может развиться ПТСР из-за чего-нибудь. То есть они очень чувствительны, как мне кажется. Это действительно так? Да, действительно, они очень чувствительны ко всем вот этим изменениям. Тут, наверное, можно затронуть тему материнского поведения, потому что она оказывает такое, ну, она приводит к длительным изменениям во взрослом состоянии уже у потомков. И проводят тесты такие на крысах, чтобы сначала, во-первых, изучают материнское поведение, полностью описывают, из чего она состоит у крыс. Это бывает, ну, разделяется напрямую и непрямую. Напрямую – это когда крыса, мать, следит за своими крысятами, кормит их, умывает их. А непрямую – это когда она, соответственно, подготавливает гнездо. Существуют специальные тесты, когда изменяют вот следовые условия. Например, существует такая процедура, процедура хендлинга, когда крысковременно изолирует крысят от матери. В природе мать, поскольку крысы, они гнездовые, у них они свое потомство взращивают в гнезде, то в природе она может от 25 до 30 минут в день отлучаться от этого гнезда. И вот в процессе хендлинга с 1 по 21 день экспериментаторы убирают крысят от 3 до 15 минут, разделяют по одному, но через перегородку. И во взрослом состоянии, если смотреть воздействие вот этих вот факторов на потомство, то при возвращении, ну и когда уже после возвращают их в гнездо после этой процедуры, то у матерей стимулируется активная материнская забота, то есть они их начинают чаще вылизывать, и тем самым уже во взрослом состоянии потомство у них понижается эмоциональность, понижается тревожность и, соответственно, возрастает двигательная активность, исследовательская активность и, соответственно, увеличивается пространственное облучение. Рост происходит. А если говорить о материнской изоляции на долгое время, часа на 2-3, когда крысят отлучают от матери, то тут во взрослом состоянии у потомства проявляется боязливость в поведенческих тестах на новизну, потом у них падает исследовательская активность, тревожность у них повышается, и вплоть до того, что у них повышается время начала еды, когда они находятся в новой обстановке. То есть они очень чувствительны к контакту со своей матерью? Да, действительно. В внешней среде. В внешней среде. Материнская забота, она очень важна, и все вот эти вот тактильные ощущения, когда мать поглаживается у ребенка, это очень важно для ребенка, поскольку они... стимуляция нервных клеток у ребенка, вот, и, соответственно, они потом менее тревожные, как показывает практика. И крысы, и люди в этом одинаковые. И люди, да, да, да. Вы еще занимаетесь исследованием агрессии. Можно ли сказать, что крыса агрессивнее многих других животных? И если да, то почему крысы агрессивны? Поскольку мы уже сегодня затронули Лоренца, то у него есть книга про агрессию. Я читала ее тоже. И он агрессию у животных называет злом. Ну, зло во благо. То есть агрессия дана животным, чтобы защитить свою территорию, чтобы добыть пищу, чтобы добыть себе партнера по волон. А если сравнивать с агрессией человека, то тут нельзя сравнивать полностью. Если тревожность какие-то... По уровню тревожности мы можем какие-то параллели проводить, то в агрессии нет. Они у человека и животных, они проявляются очень по-разному. Но механизмы, которые формируют агрессию, они схожи. И по этическим соображениям на человеке мы не можем что-то изучать. То животные, модель животных служит нам отличным помощником в этом случае. И у животных, в частности у крыс, у них агрессия, она подавляется. То есть у них есть механизмы внутри организма, которые ее подавляют. Это у них никогда в природе не будет, чтобы самцы во время драки дошло до летального исхода. Все это у них, соответственно, регулируется. В частности, это регулируется выстроением иерархии. И по запаху, по поведению другого оппонента они смотрят на поведение, и, соответственно, у них это прекращается. Если у человека триггер убрать агрессии, то он может все равно проявлять эту агрессию. А у животных, если триггер убрать, у них агрессия затухает. Чтобы полностью сравнивать агрессию с человеком и животным, то тут большие сложности. То есть механизмы формирования агрессии, они схожи, а ее проявления, влияния... Очень по-разному. То есть агрессия у человека, она более разрушительные последствия имеет, так можно сказать? Да, поскольку если человек один раз у него проявилась агрессия, то она может быть и воспроизведена и во второй раз. А у животных не так? Нет, она у них купируется. То есть если у них триггер убрать, то у них агрессии не будет. В природе, в лаборатории, внутри видовая агрессия, она встречается очень редко, потому что крысы выстраивают доминантно-субординатные отношения между собой. У них выстраивается иерархия. И вот в популяции поддерживают вот эту вот спокойную среду, чтобы избежать всех вот этих вот столкновений. Больше всего подчиненные животные. Не доминанты, а подчиненные, чтобы избежать всех вот этих вот стычек. Если говорить, сравнивать с классификацией агрессии у человека и животных, то они вообще в принципе различны. Если говорить о, ну сравнивать классификацию животных, классификацию агрессии и человека, то у человека она бывает импульсивная, и, соответственно, она бывает патологическая. Ну вот патологическая проблема – это проблема здравоохранения. Но также есть и преднамеренные психологи, еще и выделяют преднамеренную обученную агрессию. Это вот люди, которые участвуют в военных действиях, которые задействованы люди в профессиональном спорте и, соответственно, люди, которые задействованы в службе безопасности. Когда появляются условия, тогда они проявляют эту агрессию. Когда этих условий нет, то есть они ее не проявляют, то есть они обучаются. У крыс такого нет? У крыс такого нет. То есть им нужно создать условия, чтобы у них были такие в природе. Это очень редко встреча. Я еще как-то смотрела лекцию Вячеслава Дубынина, как раз таки по поводу агрессии. Он рассказывал о том, что у животных агрессия, она ритуализированная. То есть у них есть ритуализация агрессии. Вместо того, чтобы друг друга убить, они показывают рога друг к другу свои, бодаются, показывают, какие они большие, какие они страшные, но до убийства дела не доходят. А у людей вот эта ритуализация агрессии, она не настолько успешна, и поэтому мы имеем столько проблем в нашем мире. Соглашусь, и даже вот изучая агрессию, внутривидовую агрессию у серых крыс, у тех же уроченных и у тех же агрессивных, и они ее по-разному проявляют. Если существуют специальные методики изучения агрессии, и это вот территориальная часть, в частности территориальная агрессия, в лабораторных условиях высаживается в клетку резидент. Он в этой клетке, соответственно, живет 7 дней. Потом через 7 дней к нему подсаживают интрудера. Это может быть любой оппонент. Вот, в частности, когда мы проводим этот тест, то мы берем обычных белых крыс, с линии ВИСТР, подсаживаем их к крышному и агрессивному резиденту. И агрессивные, они сразу проявляют агрессию, они сразу, то есть у них весь полностью поведенческий репертуар, вот этот агрессивный, сразу проявляется. Все вот эти вот поваливания на спину, вертикальные стойки, покусывания, то есть полностью вот этот агонистический репертуар. Если к ручным посадить интрудера, то у них такая более демонстративная агрессия проявляется. Они становятся... Хочу сделать такую... Метку, что когда мы садим интрудера, то они вплоть до грамма одинаковые с резидентом. То есть, чтобы не было каких-то весовых различий по весу между резидентом и интрудером. Анализируем поведение, мы видим, что ручные крысы, они становятся в два раза больше. У них вот этот вот подшерсток, он весь взъерушивается. Это как кошка видит собаку, у нее подшерсток стоит. Также и ручные крысы. Чтобы напугать, показать, что-то большое. Да, демонстративно показывают. И какими-то такими вот движениями они их подталкивают, подталкивают, забивают, соответственно, в угол. И тем самым так показывая, что я здесь главный, без таких вот прямых, без прямой агрессии. А о чем он это говорит? Это значит, что они более умные, чем те агрессивные? Или более эмпатичные? Или что это значит? Ну вот в процессе, вот получается, поскольку у нас отбор идет, селекция продолжается, то в процессе селекции внутри видовая агрессия, в результате вот в двух направлениях, если отбирать, то она изменилась. Что ручные крысы, да, они проявляют агрессию, но она проявляется у них по-другому, демонстративно. А у агрессивных крыс она проявляется, ну, такими прямыми показаниями. Поскольку мы их отбираем на ручное поведение, то они, соответственно, проявляют эту агрессию, но в таком лайт-варианте. Значит, они лояльны не только к человеку, а их агрессия, она, в принципе, снижена по отношению и к другим, к сородичам тоже. Да, да. Вот мы говорили, что тревожность понижает когнитивные способности, что она понижает исследовательское поведение. А что насчет агрессии? Агрессия помогает обучаться, дает какой-то стимул или, наоборот, она тоже служит неким тормозом? Агрессия тоже служит тормозом в процессе обучения. И даже когда я читаю, ну, меня просят там рассказать про крыс, про эксперимент, либо школьникам, либо студентам, часто в виде лекций, то я всегда заканчиваю фразой. Я говорю, проявляйте меньше тревожности и повышайте свои способности в обучении. Тогда ваши способности в обучении будут намного выше, продуктивнее. Тревожность, да. А агрессия? Агрессия и тревожность, они взаимосвязаны. Кинетика агрессии человека и животных, она схожа, это доказано. То есть транспортеры серотонина, его рецепторы, ферменты биосинтеза и катахоломинов, и их рецепторы, соответственно, все это регулирует агрессивное поведение как у человека, так и у животных. У животных очень легко изучать механизм формирования агрессии, а вот формы, они все-таки разные у человека и у животных. То есть тут очень сложно создать какие-то формы агрессии, которые есть у человека, очень сложно создать в лабораторных условиях для животных. Если говорить про гормоны, то гормон, влияющий на стресс у человека, это кортизол, а у крыс это кортикостерон. Это схожие гормоны, но просто у них маленькая другая форма. Так они идентичны. По уровню вот этих гормонов можно определить стрессорный уровень, соответственно, человека и животного. Один из гормонов, окситоцин, который связывает с подавлением агрессии, или, не знаю, как сказать, с устранением агрессии, гормон привязанности, любви и так далее. Как он влияет на крыс, если вколоть ей окситоцин? Будет она добрая, ручная или как? Вопрос окситоцина, как гормона, его очень долгое время считали, что он такой женский гормон, который отвечает за материнское поведение, за процесс лактации. Более 50 лет назад выявили, что с помощью его синтезировали и начали применять. И оказалось, что он влияет на уровень тревожности, на подавление агрессии. Он также сейчас применяется у человека. То есть интерназальная аппликация окситоцина помогает человеку справиться с тревожностью, соответственно, помогает снизить уровень агрессии, понизить ее. И вот сейчас у нас большая работа по изучению влияния окситоцина на наших серых крыс, поскольку мы имеем две линии – ручных и агрессивных. И как она будет у них проявляться. Поскольку мы уже затрагивали агрессию, внутривидовая агрессия у ручных и агрессивных крыс, она тоже различна. Агрессивные крысы сразу проявляют агрессивное поведение по отношению к оппоненту, а ручные крысы, у них происходит демонстрация, демонстрационная агрессия, такая показательная. Но есть обратная сторона, да, у окситоцина. Если он подавляет агрессию, значит, что-то еще происходит, помимо. Но тут все-таки такой вопрос очень интересный, разнонаправленное действие окситоцина. Мы применяли метод интернезальных аппликаций, то есть пшикали в нос? Ну, у них не пшикали в нос, наносили на луковицу, на нос окситоцин, поскольку это очень ювелирная работа, чтобы он пшикнуть крысам. И, соответственно, потом смотрели у них внутри видовые агрессии. Агрессивным крысам, которым делали под влиянием аппликации окситоцина, у них агрессия понизилась до уровня ручных крыс. А у ручных крыс, у которых были аппликации окситоцина, она повысилась до уровня агрессивных крыс. Как это? Агрессия возросла? Агрессия возросла у ручных крыс. Ну вот окситоцин получается в различных дозах, в различных все очень индивидуально. Он может и повысить агрессию. Он может и повысить, да, то есть все зависит от его базального уровня. Я читала исследования подобные про волков и собак, и волкам как раз таки пшикали, по-моему, окситоцин в нос, но и на них это абсолютно никак не действовало, они от этого добрее не становились. Такой очень интересный вопрос окситоцин, изучение окситоцина. И если агрессию он подавляет, разнодействует разнонаправленно на серых крысах, то если смотреть у них социальное поведение, то окситоцин на ручных агрессивных не оказал никакого влияния. А что это значит? Социальное поведение рассматривают в тестах, в трехкамерном тесте, либо существует методика, она разработана в Израильском институте профессором Вагнером, и они очень схожи между собой, когда крыси ее садят на арену, и в этой арене, соответственно, в углах размещают крысу, живой объект и неживой объект, какую-нибудь игрушку, и смотрят разницу во времени, сколько она будет интересоваться живым объектом либо неживым объектом. Им дается пять минут, эти объекты убираются, крыса, соответственно, 15 минут снова находится на этой арене, и через 15 минут ей, где был объект несоциальный, помещается туда крыса, которая была в первой части эксперимента, которая уже получается знакома, и, соответственно, в противоположный угол ей представляет крысу, которая ей в принципе незнакома, они еще были незнакомы, незнакомая крыса, и смотрят соответственно снова разницу между, где она будет больше, больше у нее контактов будет со знакомой крысой или незнакомой крысой, и по теории оно должно получать, если действие окситоцина, оно должно увеличивать время проведенное с незнакомой крысой, до в результате изучения социального поведения нашей крысы, у нас не появилось какого-то эффекта окситоцина, они равномерно общаются за этот период и с знакомой крысой, и незнакомой крысой. А сколько длится это действие окситоцина, когда крыса, которая была агрессивная, становится ручной? Все это индивидуально, оно смотрит тест от воздействия, когда крысе нанесли окситоцин, смотрит через 30 минут, он уже проявляется, действие окситоцина, около часа где-то он действует, то есть таких вот исследований мы о длительности как бы мы не смотрели все индивидуально, у нас нет таких возможностей, чтобы еще посмотреть, как он будет действовать. А такая лояльность у них под действием окситоцина проявляется ко всем абсолютно, кого они встречают на своем пути, или только каким-то своим друзьям, сородичам, по клетке соседям? Ну вот у ручных крыс после влияния аппликации окситоцина и его агрессивных реакций на человека она не изменилась. А вот на внутривидовую агрессию у них соответственно противоположный эффект. То есть все зависит от дозы, от многократности аппликации этого окситоцина. Большая область для изучения этого окситоцина, как он действует на этой линии. То есть все индивидуально и очень интересно. Но у людей это пока только экспериментальное лечение окситоцином? Нет. Или уже во всем применяется? И применяется это достаточно уже на протяжении десятилетия точно применяется метод назальных аппликаций. Рима Валерьевна, давайте немножко отвлечемся. И напоследок хотелось бы спросить о вас. Есть ли у вас дома свои крысы ручные, домашние? И насколько вообще вам нравятся эти животные? Дома я не имею крысу, поскольку я боюсь потерять работоспособность. Все-таки когда заводишь животное, ты привязываешься к ним. И крысы у них очень маленький срок жизни. Они живут всего лишь два-два с половиной года жизни. Ну и из-за того, что еще дома кошки, поэтому не имею возможности. И мне достаточно контакта с крысами на работе. Римма Валерьевна, большое спасибо за очень интересную беседу и за то, что нам рассказали о серых крысах. Спасибо вам большое за приглашение. Продолжение следует... Продолжение следует...